Всем привет и добро пожаловать обратно. И в предыдущем уроке мы рассмотрели некоторые основные сетевые термины, которые вам нужно будет знать, чтобы продолжить этот курс. Теперь это были лишь некоторые из основных терминов, которые на самом деле не были широко объяснены. Если ты хочешь узнать больше о некоторых из тех терминов, которые я описал в предыдущем видео, ты всегда можешь погуглить любой из них и просто узнать о них больше. Но в этом видео мы рассмотрим некоторые термины взлома, которые вам нужно знать, чтобы лучше понять, что мы будем делать на следующих лекциях. Поэтому я просто напишу, что у тебя есть кровать с открытыми листьями, которая в основном представляет собой что-то вроде бездомашних животных, только в Линукс. И здесь я напишу один за другим термины, которые мы рассматриваем. Итак, теперь первый хакерский термин, который также является началом процесса этического взлома, называется печать ног. Теперь ты, возможно, спросишь, что такое печать ногой. Ну, в принципе, это то же самое, что и написано. Это просто. Собери как можно больше информации, например, о компании, прежде чем нападать на нее. Теперь предположим, что клиент просит тебя протестировать его компанию, или его дар, веб-сайт его компании, и ты хочешь, ты хочешь получить как можно больше информации. Теперь одним из наиболее распространенных методов для этого, вероятно, будет взлом Google, который в основном просто открывает Google и ищет файлы, или что-либо, загруженное в интернет, что может помочь вам в дальнейших атаках. Есть также веб-сайт под названием Shadden, и он в основном используется для обнаружения уязвимых устройств в интернете. Ты можешь использовать это для того, чтобы проверить, неуязвимо ли какое-либо из этих устройств, принадлежащих компании, какой-либо из известных атак. Теперь мы рассмотрим все эти инструменты. Не волнуйся, мы подробно рассмотрим их один за другим, и ты поймешь, о чем я говорю. Но также есть еще один инструмент, который есть. Я не думаю, что это так уж известно, но это называется Harvester. Я не уверен, что мы не установили в Kalinux. Мы могли бы это сделать. Если мы этого не сделаем, мы его установим. Комбайн в основном используется для сбора электронных писем для определенного домена. Например, ты хочешь собрать все электронные письма, принадлежащие компании Apple. Например, ты просто вводишь доменное имя, и комбайн в основном автоматически переходит в Google. И есть куча других вариантов, которые я тебе покажу. Но очевидно, что он перейдет в Google и будет искать все доступные электронные письма, принадлежащие этому домену. Таким образом, ты в основном получишь список всех электронных писем, принадлежащих определенной компании, на которую ты нападаешь. Теперь это в основном отпечатки ног, поэтому мы рассмотрим это в первую очередь на одной из следующих лекций. Как только ты закончишь снимать отпечатки ног, наступает следующая вещь, следующий процесс взлома простаты, который заключается в сканировании списка. Так что я просто напишу это прямо здесь. Сканирование и перечисление. Теперь отпечатки пальцев в основном дают вам информацию без фактического тестирования, или без фактического нападения на саму компанию, или веб-сайт, или чтобы вы там не тестировали. Сканирование в основном делает то, что сказано, оно просто сканирует сеть компаний. Например, для того, чтобы узнать, какие версии программного обеспечения они используют, какие порты у них открыты, какую операционную систему они используют на своих машинах, и многое другое. Теперь вы, возможно, слышали об этой программе, которая у вас, вероятно, есть. Если у вас есть какие-либо знания об этическом хакерстве до того, как она называется Nmap, позвольте мне просто набрать здесь и отобразить. Это программа, которую мы рассмотрим в деталях. Он в основном используется для сканирования сети. Ты можешь использовать его для сканирования веб-сайта, или ряда IP-адресов, если хочешь. Ты можешь узнать с его помощью, какие порты открыты на определенном веб-сайте, или на определенной машине, или на нескольких машинах. Ты также можешь узнать, какая у него операционная система. Это в основном просто выводит вас с кучей операционных систем, и показывает возможность использования этой операционной системы в процентах. Это скорее всего точно, но бывают случаи, когда это просто дает вам неправильную операционную систему, но их у меня было не так много. Сейчас же, кроме того, карта может обнаружить версию программного обеспечения, работающего на открытом порту. Так, например, у тебя есть HTTP-порт, который нужно открыть, и ты запускаешь веб-сайт. Карта N для сети N позволяет, например, определить, какой веб-сервер вы используете на этом порту. Так что это может напечатать патч из двух, или что-то еще, что ты там запускаешь, который, по сути, просто раздает баннер, чтобы мы могли схватить его и выяснить, каким человеком ты управляешь. Теперь, как я уже сказал, мы рассмотрим все это в деталях на данный момент. Тебе просто нужно знать теоретически, что это в основном делает, и мы рассмотрим это практически позже. Теперь следующее, что тебе также нужно знать, это взлом системы. Это очень важная часть, потому что на самом деле это та часть, где мы открываем способ войти в машину. Например, теперь взлом системы обычно делается с черного хода. Задняя дверь — это программа, которую вы запускаете на компьютере жертвы, и она в основном дает вам полный доступ к этому компьютеру без ведома жертвы. Теперь у задних дверей обычно есть некоторые варианты, такие как возможность выполнять команды на компьютере жертвы, имея доступ к микрофону, веб-камере, возможность делать скриншот экрана, возможность загружать файлы загрузки, изменять файлы и, например, загружать килогер, который вернет нам нажатие клавиш, которыми является жертва. Я начинаю там, на их клавиатуре. В принципе, задние двери тактичны. Те, которые мы рассмотрим в промежуточном разделе, могут быть обнаружены, потому что они в основном широко используются каждым этичным хакерам. Итак, в разделе события мы назовем наши собственные задние двери, которые будут полностью незаметны для любого доступного антивируса. Теперь, когда мы рассмотрели взлом системы, мы можем перейти к программному обеспечению. Теперь ты, скорее всего, знаешь, что такое Малвер, но в основном вредоносная поэта вредоносная программа. Теперь под вредоносным я подразумеваю, что это может быть любая программа, которая наносит ущерб вашему компьютеру. Например, допустим, ты создаешь программу, простую программу, которая просто создает файлы в бесконечном цикле. Так что в основном это создает бесконечные файлы. Теперь эта программа, скорее всего, приведет к сбою вашего компьютера до того, как вы его закроете. Так что это в основном версия вредоносной программы, так как она приводит к сбою вашего компьютера и не приносит никакой пользы. Сейчас наиболее известными терминами для обозначения вредоносных программ являются черви, трояны и вирусы. Мы также будем звонить некоторым злоумышленникам, но сейчас нас это не очень интересует, так как эти программы на самом деле не имеют никакого смысла, кроме как уничтожать чью-то машину. Так что мы не будем освещать так много вредоносных программ, но мы обязательно рассмотрим их. Теперь следующее, что ты хочешь знать, это то, что нюхает. Упс, нюхай, нюхай. Извини, я сейчас не могу печатать. Ну, по сути, нюхание — это действие, когда ты, как говорится, нюхаешь чужие пакеты. Сейчас ты не должен этого делать, но в некоторых случаях, в некоторых проектах по этическому хакерству, тебе может понадобиться это сделать, чтобы собрать некоторую информацию. Например, пароль можно взломать с помощью обнюхивания. Например, в локальной сети, если ты запускаешь атаку человек посередине и вынюхиваешь чужие пакеты. Если кто-то войдет на веб-сайт, который не является хтс, вы увидите его пароль в виде простого текста. А инструмент, который ты, скорее всего, будешь использовать для обнюхивания, называется проволочная окула. Это широко известный инструмент, и он используется для того, чтобы просто просматривать пакеты, проходящие через вашу сетевую интерфейсную карту. Теперь, когда мы рассмотрели, что такое сон, мы можем перейти к социальной инженерии. Теперь это что-то очень важное, так как это, скорее всего, приведет тебя в компанию или любую другую машину, или в основном взломает все, что ты захочешь. Поскольку в атаках социальной инженерии вы на самом деле атакуете не столько саму машину, сколько человека. Так, например, я всегда говорю, зачем тебе взламывать вай-фай в ресторане. Например, если ты можешь просто спросить кого-нибудь, каков пароль вай-фай. Теперь это простое, простое использование социальной инженерии. Например, на самом деле не такой уж хороший, но это пример. Значит, социальная инженерия в основном означает нападение на людей. Теперь, что я имею в виду, нападая на людей. Ну что же, давай посмотрим. Например, я делаю заднюю дверь, я кодирую заднюю дверь. Теперь, каковы шансы, что кто-то откроет исполняемый файл, который выглядит подозрительно? Ну, шансы невелики. Но если ты, например, изменишь значок этого файла на картинку и изменишь имя этого файла на точку, jjpg или png, вероятность того, что кто-то откроет это, резко возрастет. Допустим, например, ты знаешь что-то о человеке, которого хочешь взломать, и просто отправляешь ему поддельное электронное письмо от кого-то, кого они знают. И в этом электронном письме ты отправляешь в основном ту фотографию, которая представляет собой потайную заднюю дверь. И они открывают картинку, и задняя дверь просто глубоко внедряется в систему, даже не подозревая об этом. Это в основном и есть социальная инженерия. Это метод нападения на людей, а не на машину. Теперь, когда мы это обсудили, мы можем перейти к следующему шагу, отказу в обслуживании. Теперь отказ в обслуживании, это в основном то, что он говорит, это просто. Это используется для сбоя чьего-либо веб-сайта или компьютера. Так что в основном для отправки большого количества пакетов, которые веб-сайт не может обработать, и в основном просто выходит из строя, и никто больше не может подключиться к нему. Теперь для выполнения атак типа отказ в обслуживании, вам понадобится куча компьютеров, чтобы иметь возможность что-либо разбить. Значит, ты не можешь выполнить атаку типа отказ в обслуживании с одного компьютера. Ты ничего не сломаешь, потому что упаковок недостаточно. Это может быть отправлено, например, для того, чтобы взломать веб-сайт. Но если вы создадите центр управления и управление, например, и отправите кучу задних дверей на кучу компьютеров, и все они одновременно выполнят одну и ту же команду, которая отправляет пакеты на веб-сайт, они смогут его отключить. Теперь, в зависимости от веб-сайта, некоторые из них легче взломать, некоторые из них сложнее разбить. Но ты понял основную идею. Сейчас мы покроем скол и избыток. Косоглазый парень. Дай мне просто найти этот доступ, я просто наберу его, как здесь. Ну, в основном здесь мы используем ввод имени пользователя. Не имя пользователя, а любой ввод. Например, основным примером инъекции склеала было бы, допустим, у тебя есть интернет-магазин, и кто-то недостаточно хорошо отфильтровал запросы, которые ты разместил в баре Серж. Так что, если ты наберешь здесь код, например, это будет красный веб-сайт, как часть кода их веб-сайта. Значит, ты будешь запускать код на их веб-сайте, и ты не должен быть в состоянии это сделать. Теперь эти атаки доступны только из-за плохого программирования их веб-сайта. Они недостаточно хорошо запрограммировали это, они не фильтровали весь пользовательский ввод. Так что это безопасно. Теперь мы подробно рассмотрим также взлом Wi-Fi. Теперь есть куча способов атаковать Wi-Fi с помощью процессора ГПА, все, что ты хочешь. Сейчас большинство курсов, которые я видел, даже не охватывают использование Wi-Fi с помощью GPU. Ю? Я не знаю, почему, потому что... Ну, в основном, самый распространенный метод, это программа Aircrack, которая взламывает или не взламывает, которая пытается взломать пароль Wi-Fi с помощью процессора. Сейчас. Сила CPU-быстра, но сила. Твоя видеокарта будет намного лучше для взлома Wi-Fi. Потому что когда ты взламываешь Wi-Fi, ты в основном получаешь хэшированный пароль, и ты не знаешь, что не видишь его в виде простого текста. И тебе нужна мощность нашего процессора или мощность твоей видеокарты, чтобы взломать этот хэш-пароль, и гораздо более быстрый способ взломать с помощью твоей видеокарты. Мы также рассмотрим атаку Wi-Fi на корпоративную беспроводную сеть, которую мы в основном используем для создания поддельной страницы входа в систему, где кто-то ведет свой пароль для беспроводной сети. Мы также можем создать нового близнеца, который в основном представляет собой метод, при котором вы воспроизводите точно такую же беспроводную точку доступа, и при достаточном количестве сигнала, доступного жертвам. Вы можете заставить их подключиться к вашей беспроводной сети вместо их беспроводной. Они настоящие беспроводные, так что по сути, они просто проверят подлинность всех пользователей настоящей беспроводной сети и автоматически подключаться к вашей беспроводной сети. И поэтому ты можешь следить за всеми данными, которые проходят. А также, если им нужно войти в систему, чтобы воспользоваться беспроводной связью, ты запишешь пароль. Теперь мы также рассмотрим взлом мобильных устройств. В основном, взлом мобильных устройств будет охватывать атаки на Android, потому что они больше похожи на Android, чем на iOS, но мы также рассмотрим некоторые атаки Apple. Ну, например, допустим, ты создаешь приложение, которое выглядит как законное приложение, и устанавливаешь его на чей-то мобильный телефон. Ты сможешь получить доступ ко всем их сообщениям, звонкам, отправлять сообщения, просматривать файлы, фотографии, загружать, загружать и делать все это без их ведома. Теперь, как мы это сделаем? Ну, в принципе, нам нужно создать что-то вроде задней двери, например, только для Android-устройства. Проблема с этим методом в том, что им нужно нажать на определенную часть, которая может быть подозрительной. Я покажу тебе, когда мы дойдем до этого, но мы постараемся сделать это как можно менее подозрительным. Теперь нам нужно посудить еще одну вещь, криптографию. Ну, ты, наверное, знаешь, что такое криптография, но это в основном метод защиты вашей информации. Теперь, например, у тебя есть хэши паролей-паролей. Теперь они хэшированы по какой-то причине. Значит, некоторые атаки, такие как вынюхивание, можно использовать, чтобы увидеть пароль и украсть его. Ты можешь ввести пароль, но он не будет в виде простого текста. Это будет зашифровано, и тебе нужно будет его расшифровать. А если паспорт большой, в нем используются цифры, буквы, символы и все такое, злоумышленнику будет очень сложно расшифровать ваш пароль. Сейчас криптография используется так, что используются только коды. Это в основном использует кодирование. Значит, Тони Доус, для которого предназначена эта информация, может прочитать и обработать ее, и никто другой не может. Мы рассмотрим некоторые основные методы криптографии, но мы лишь немного коснемся этого. Поскольку криптография, конечно, сама по себе, в ней много чего есть, и мы не сможем охватить все это. Но мы едва коснемся этого, чтобы ты понял, что это такое. Вот и все, что касается этих основных терминов сейчас, а также сетевых терминов, которые вы можете, если хотите найти в них больше, поискать больше об этом в интернете и прочитать о них. Но мы рассмотрим их все теоретически и практически позже, на промежуточном этапе.